Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Позвольте представить вам результаты нашей работы «Клиника иммунологических аспектов антитеретической терапии десимирной меланомы». Работа выполнена в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Николая Николаевича Петрова под научным руководством доктора медицинских наук Балдуева Ирины Александровны и доктора медицинских наук Проценко Светлана Анатольевны. Ну, ни для кого не секрет, что меланому характеризуют неуклонный рост показателей заболеваемости, крайне неблагоприятный прогноз при метастатических формах, агрессивность, преимущественное поражение лиц трудоспособного возраста и резистентность к стандартным режимам химиотерапии. Еще в 1908 году Пол Эрлих впервые предположил, что иммунная система сама способна подавлять канцерогенез. На более поздних этапах, уже в 1987 году, у группы авторов было впервые описано значение токсического антигена 4-го класса в качестве мишени для иммунотерапии. Ключевым событием в 1995 году стало открытие Эллисона влияние на активацию теклеточного ответа блокады рецептора СТЛ-4. Подобное фундаментальное открытие впоследствии привело к клинической значимости. В 2011 году был внедрен в практику препарат антистит-4 эпилимумаб, который впервые продемонстрировал увеличение показателей общей выживаемости у больных дистемированной меланомой. И важно, что отличительной особенностью этого препарата является достижение длительных стабилизаций или полных ответов после индукционного курса лечения в 4 введения. С момента внедрения в клиническую практику непрерывно ввелся поиск прогностических и предиктивных маркеров эффективности данного метода иммунотерапии. Исследовав основные клинические факторы, а также некоторые биомаркеры, исследователи пришли к выводу, что необходимо более фундаментальное понимание иммунологических процессов, протекающих на фоне подобного варианта иммунотерапии. Исследования велись в двух основных направлениях. Это исследование инфильтрирующих опухолев лимфоцитов. И на сегодняшний день наиболее перспективно и актуально ведутся работы по изучению изменений с популяцией иммунокомпетентных клеток периферической крови. Потому что данный вариант наиболее применим в клинической практике. Кровь – наиболее удобный материал биологический для исследования. На слайде представлено одно из множества исследований, которые демонстрируют огромную разницу в показателях общей выживаемости на фоне двух видов изменения популяции иммунокомпетентных клеток у пациентов, получающих эпилемумаб. Всего два фактора – абсолютное число лимфоцитов и увеличение CD4T-лимфоцитов. Разница в общей выживаемости огромная. У пациенток, у которых отмечалось раннее снижение показателей лимфоцитов и CD4T-лимфоцитов, общая выживаемость составила 9%. По сравнению с отсроченным увеличением этих показателей у пациентов и общая выживаемость при данном варианте динамики составляла уже 78%. В нашем исследовании было включено 95 пациентов. С 2012 по 2016 год шел набор пациентов. Критерием отбора являлась предлеченность. Пациенты должны были получить как минимум одну линию системной противоопуховой терапии. Мы пытались провести комплексный анализ клинических факторов, изучив эффективность и токсичность лечения эпилемумабом, а также на более глубоком уровне посмотреть иммунологические процессы, протекающие на фоне данного метода лечения. Исследование иммунологических показателей периферической крови проводилось методом проточной цитофлоуметрии. Также в нашем исследовании важную роль заняло поиск прогностических факторов. Характеристика пациентов представлена на слайдах. Всего в исследовании принимало участие 95 пациентов. Распределение по полу было равномерным. В исследовании были включены пациенты как с меланомой кожи, так и с меланомой редких локализаций, такие как меланома слизистых и увиальная меланома. У 45% пациентов в исследовании отмечалось наличие активирующей мутации BRAF на момент начала лечения. Важно отметить, что популяцию характеризовала наиболее приближенность к реальной клинической практике. Это означает, что у пациентов преобладали неблагоприятные факторы заболевания, такие как увеличение уровня лактат-дегидрогеназа, который на сегодняшний день является единственным прогностическим фактором, доказавших свою значимость. Также допускалось участие пациентов с наличием метастаза в головном мозге после локального контроля. Всего в рамках исследования было проведено 4 введения препарата. Это стандартный индукционный курс с последующей рентгенологической оценкой эффекта терапии по системе Рецисто-1.1. Перед каждым введением проводилось исследование клиника биохимических показателей крови, общего анализа мочи, уровня гормонов щитовидной железы, и иммунного статуса. Всего в рамках лечения было проведено 315 циклов терапии, в среднем 3,3. В дальнейшем, ввиду достижения выраженного клинического эффекта, у шести пациентов была проведена реиндукция терапии. В нашем исследовании медиана общей выживаемости составила 10,46. Важно отметить, что 20% пациентов, мы говорим о пациентах диссеминированной меланомой, с неблагоприятными факторами прогноза, пережили трехлетний период. Медиана времени до прогрессирования составила 3,43 месяца. Получены нами данные, они сопоставимы с данными регистрационного исследования к препарату Эпилимумаб. В нашем исследовании чуть выше было время до прогрессирования Эпилимумидиана при идентичных показателях общей выживаемости. Частота объективных ответов также была сопоставима. В нашем исследовании отмечалось чуть большее количество полных регрессов. Далее мы проводили оценку токсичности. Всего в рамках исследования было выявлено 388 случаев иммуно-посредственных нежелательных явлений. Только у двоих пациентов из 95 не отмечалось явление иммуно-посредственной токсичности. Однако большинство из этих осложнений носили легкую степень, первую, вторую. Чуть больше, чем у четверти пациентов отмечалось развитие токсичности третьей, четвертой степени. Часть пациентов, это 4%, погибли во время терапии по причинам, возможно, связанной с терапией. 8 пациентов умерли по причинам невыясненной теологии на фоне лечения. Данные по токсичности, также сопоставимы с данными регистрационного исследования, в нашем исследовании преобладали явления гепатотоксичности, также был выявлен один случай иммуно-посредственного пневмонита тяжелой степени, что не является характерным осложнением анти-4 терапии и требует внимания. Если работы в отношении прогностических и предиктивных факторов эффективности велись интенсивно, то в отношении развития токсичности в выраженной степени работы велись не столь активно. Мы попытались в нашем исследовании выявить, есть ли какие-то предрасполагающие факторы к развитию иммуно-посредственных нежелательных явлений третьей-четвертой степени. Пол, возраст и индекс массы тела не оказали влияния на развитие выраженной токсичности лечения эпилемумабом. Для купирования явлений токсичности мы применяли стандартные алгоритмы диагностики и лечения иммуно-посредственных нежелательных явлений. Они оказались эффективными при всех ситуациях своевременного обращения пациентов, не показали отрицательного влияния на показатели общей выживаемости. Это важно, потому что основным методом лечения подобных осложнений, это ни для кого сегодняшний день не секрет, является применение высоких доз глюкокортикостероидов. В двух случаях при неэффективности подобной пульс-терапии с последующим поддерживающим режимом глюкокортикостероидов нам потребовалось применение иммуносупрессивной терапии препаратом инфлексимаб с положительным эффектом. Далее наш взор был обращен в сторону более глубокого изучения иммунологического гомеостаза у подобных пациентов. В анализ был включен 21 сопопуляция иммунокомпетентных клеток периферической крови, исследовавшихся методом проточной цитофлоиметрии. Графический анализ подразумевал попытку разделения динамического изменения с популяцией иммунокомпетентных клеток периферической крови по уровню продолжительности пациентов десеминированной меланомы на фоне терапии пилиумаба. Из всех исследовавшихся сопопуляций наше внимание привлекли три показателя. У пациентов с показателями НК клеток выше референсных значений мы отмечали снижение показателей общей выживаемости. Также у пациентов с увеличением показателей активированных НК клеток на 50% и более по сравнению с исходными данными мы также отмечали уменьшение продолжительности жизни. И также у пациентов с более низкой продолжительностью жизни мы отмечали увеличение в динамике значений двойных положительных CD4-CD8-тенимфоцитов на 100% и более по сравнению с исходными значениями. Подобные наблюдения сподвигли нас провести дополнительные исследования. На слайде представлен результат кластерного анализа, целью которого была попытка разделения пациентов на группы по признаку со сходными изменениями иммунологических показателей периферической крови на фоне терапии эпилюмумабом. Однако при более пристальном изучении нами не было выделено кластера пациентов со сходными изменениями, которые были бы сопоставимы с клинической картиной заболевания. Тепловая карта 20 показателей иммунологических представлена на слайде. Изменение оттенка в сторону белого цвета свидетельствует об увеличении показателя в динамике. Далее мы изучали прогностические факторы. Исследуемые факторы представлены на слайде. Они включали как общеклинические, так и иммунологические биомаркеры. Статистически значимо на общую выживаемость в нашем исследовании повлияли факт применения системной терапии глюкокортикостероидами с противоотечной симптоматической целью пациентов с метастатическим поражением головного мозга или с метастазами в костях. Уровень ЛДГ на момент начала лечения. И изменение двойных положительных CD4 и CD8 Т-лимфоцитов. Графическое отображение полученных результатов представлено на слайде. В группе пациентов, у которых проводилась системная терапия глюкокортикостероидами с противоотечной целью при метастазе головного мозга, риск смерти увеличился в 4,11 раза по сравнению с пациентами, которые не получали системной терапии глюкокортикостероидами в период лечения эпилюмумабом. В группе пациентов с исходно нормальным уровнем лактабида гидрогеназа риск смерти был ниже на 63% по сравнению с группой пациентов, у которых изначально отмечалось повышение уровня данного фактора выше реперсных значений. И риск смерти был ниже на 17% при увеличении относительной разницы CD4 и CD8 двойных положительных Т-лимфоцитов. В заключение хотелось бы продемонстрировать наши выводы. Эмоотерапия эпилюмабом обладает уже доказанной эффективностью и изученным спектром токсичности. Алгоритмы купирования и диагностики иммунопосредственных и желательных явлений эффективны, и они не влияют на показатели общей выживаемости. В нашем исследовании нам удалось определить влияние на показатели общей выживаемости некоторых субпопуляций многокомпетентных клеток периферической крови. И в исследовании были выявлены прогностические факторы эффективности терапии эпилюмаба, такие как факторы применения системной терапии глюкокортикостероидов на момент начала лечения, низкий уровень латадогидрогеназы и увеличение относительно разницы двойных половинных CD4-CD8-Т-лимфоцитов. В заключение позвольте представить слайд, демонстрирующий клиническую эффективность терапии эпилюмабом. Данный пациент принимал участие в нашем исследовании, и он попал в те 20% счастливчиков, которые пережили трехлетний период. Но я демонстрирую этот слайд с целью определения важности планирования проспективных клинических исследований. Потому что у данного пациента мы видим не просто сохранение эффекта после терапии эпилюмаба, у него нет полного регресса, но в динамике даже после окончания терапии, после практически четырех лет наблюдения эффект продолжает развиваться. И на сегодняшний день причину дальнейшего развития этого эффекта и сохранения мы не знаем. В ретроспективных исследованиях возможно определить прогностические факторы, однако предиктивные факторы развития и объективного ответа практически невозможно определить. На сегодняшний день уже клиницистам стало понятно, что факторы, которые лежат на поверхности, их недостаточно для более глубокого понимания именно и выделения той группы пациентов, которым необходимы именно подобные методики лечения. Здесь стоят еще более фундаментальные вопросы. Мы не понимаем, что происходит на фоне лечения с пациентами именно на иммунологическом уровне. Уже не говоря о том, что мы даже изначально не до конца имеем представление, что происходит с пациентами на фоне онкологического заболевания. Мы только в начале пути. Спасибо большое за внимание. Спасибо. 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 Продолжение следует...